Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать бой на среднем танке К-91. Как всегда, стараюсь находить для вас самые интересные бои, да еще и на самой такой вот популярной технике. Все-таки этот танк реально очень такой вот редкий, ну по крайней мере в моих видео, потому что действительно редко, когда встретишь хороший бой на данном танке. Также, друзья, хочу порекомендовать вам набор Duke, содержащий премиум танки. Самой Смейл, Рейн 40 тонн, АТ-15А, ТИП-64. Все это по очень выгодной цене. Переходи по ссылке в первом закрепленном комментарии и приобретай себе на аккаунт. Супер выгодное условие. Набором сам пользуюсь и могу сказать, что он действительно полезный. Также выигрывайте золото. Вот, кстати, победительница, которая получила золото в прошлом видео. Теперь, соответственно, ты можешь выиграть голду. Для этого в комментарии укажи свой игровой ник и досмотри данное видео до конца. Итак, друзья, стали известны некоторые подробности того, какие же все-таки подарки нам будут дарить на 12 апреля. День космонавтики. Действительно, разработчики, ну, кое-что нам интересное припасы. И, в принципе, пропускать это не стоит. Начнем с того, что можно будет получить уникального командира Гагарина. Правда, уже начался некий такой вот хайп и недовольство игроков, связанное с тем, что на шлеме Гагарина не написано СССР. Не знаю, в общем, ну, действительно, конечно, как-то выглядит это неправильно, что ли. Но, с другой стороны, наверное, разработчики не придали этому большого значения, в отличие от игроков. И также большое учебное пособие можно будет получить, а также можно будет получить очень много боевых задач на X5 опыта. А также разнообразные резервы. Также можно будет получить всякие надписи там, в общем-то, ну, все, что связано с космосом, там, к звездам и так далее. Также можно будет получить уникальные космические облики экипажа, наклейки на танк и уникальную медаль. Все это, ну, скрасит наше времяпровождение, что немаловажно. Начнется, кстати, все это с 7 апреля, то есть завтра, и продлится аж до 21 апреля. Ну, довольно длительно все это будет происходить. И вы сможете, ну, в общем-то, не парясь, я думаю, получить все призы из этого события. Для этого нужно всего лишь будет играть в рандоме, выполнять несложные ЛБЗ. Так что, ну, в общем-то, сами решайте. Ну, конечно, насчет хайпа и недовольства по поводу того, что нет на шлеме СССР надписи. На самом деле, ВГ и не такие ляпы делает, то есть, если так посмотреть, то за всю историю было полно ляпов, и данный ляп я даже совершенно ему не удивлен. Также разработчики немножечко поменяли характеристики некоторым танкам. Среди них М-60, а именно бронирование лба башни было 177,8, стало 254 мм. Ну, вот это уже выглядит неплохо. Также изменен класс танка, был акционный, стал премиумный. Тут, вероятно, ошибка, хотя кто его знает. Также убран тег танка уникальный, возможно, это ошибка, или, опять-таки, означает это то, что, в общем-то, танк теперь будет повсеместно распространен, и его можно будет не раз заполучить. 121б, вот тут вот изменения гораздо посерьезнее, разброс от движения улучшен. Скорострельность орудия была 7,19, стало 7,73. Заряжение орудия было 8,34, стало 7,77. Ну, в принципе, я думаю, ощущаться это будет. То есть, урон в минуту был 2805, стал 3013, то есть, ну, больше, чем на 200 единиц поднялся, это выглядит хорошо. При этом, бронирование лба корпуса было 130, стало 135, бронирование лба башни было 240, стало 275. Вот это, ну, очень даже такое хорошее бронирование бортов башни было 160, стало 200. При этом, мобильность, максимальная скорость вперед была 50, стало 55, и максимальная скорость назад была 20, стало 25. То есть, получается, что китайцы очень даже серьезно апнули. С чем это связано, я думаю, ну, объяснять не стоит. ВГ уже давным-давно пытается раскрутить World of Tanks в Китае. Да, там она с переменной успешностью, в общем-то, проходит. То есть, где-то, ну, как бы, онлайн падает, где-то поднимается. Ну, впрочем, как и у нас. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня поиграем на сайте Vodhub и попытаемся выиграть какие-нибудь интересные игровые ценности. Но, конечно, не забывайте участвовать в розыгрыше на данном сайте. Бесплатная раздача. Раз в день можно получить какой-нибудь танчик, там, премиум аккаунт. Есть раздача наполовину бесплатная, я бы сказал бы. То есть, тут более выгодные призы. Но тут нужна энергия. Энергия добывается при открытии кейсов. Соответственно, давайте играть. Начнем, может быть, с кейсов инкогнито. Наверное, самые выгодные кейсы, которые я видел на своем веку. Ну, как вы можете видеть, тут быстрое такое вот прокручивание. Ну, то есть, призы быстро видно, какие ты получаешь. Это мне очень нравится. Так, 1000 рублей осталось. О, да, Лёвик попадает. Замечательно. Просто замечательно. Пытаемся, конечно, по максимуму тут выиграть. Давайте попробуем другой кейс. А вон там какой-то новый, по-моему, да. Вот с гусем. Попробуем выиграть его. Кто знает, может быть, получится. День према. Ну, когда призы, когда гусь-то выпадет. Чё-то совсем мало. Хотя, ну, в целом... А, где-то 6 тысяч выиграл, взять старые призы. Нормально я выиграл. Давайте продадим и еще раз сыграем. А то чё-то мне не понравилось. Ну, хотя бы 14 дней према. Нет. Не прет, ребят. Ладно, тогда что-нибудь другое попробуем. Тут совсем не прет. Может, опять инкогнито. О, отлично. Вот, не зря я это делал, но... Я думаю, хватит. И, кстати, по поводу ляпов. Разработчики по-прежнему неисправили некоторых баги при игре во взводе. Не отображаются иконки многих танков. Например, там, кранвагона и некоторых других. Ну, и вообще, хватает там мелких ляпов. При этом они исправляются очень-очень редко. Только когда уже там кто-то, там, не знаю, разоблачение какое-нибудь сделает. Тыкнет, так скажем, пальцем разработчиков в это место, где они накосячили. И только тогда, в общем-то, после этого исправляются эти проблемы. Они, конечно, не сильно влияют на геймплей. Но, тем не менее, все-таки неприятно, что ВГ как-то небрежно, в общем, относится к таким моментам. Также готовятся новые 2D-стилы. Тут вы можете видеть разнообразную еду. Какая-то восточная разнообразная еда. Там, по-моему, суши есть. В общем, пока еще неизвестно, когда разработчики добавят все это дело в игру. Ну, в принципе, очевидно, что такую, в общем-то, всякую мишуру можно и бесплатно раздавать. Ну, а теперь хотел бы рассказать вам про бонус-код, который стартовал совсем вот-вот недавно. И вы можете его использовать. И с помощью этого бонус-кода выиграть даже золото. Бонус-код, естественно, я продублирую в описании. Так что вы сможете его спокойно активировать. И что же он делает? Соответственно, называется этот бонус-код Апрел Ну, Апрел Скилл 21. Что нужно сделать? То есть, активировав бонус-код, вы сразу не получаете там какую-либо халяву. Вы получаете возможность поучаствовать в розыгрыше прямо внутри игры. Для этого вам нужно попасть в одну из номинаций. Всего три номинации. Есть максимальное количество засвета в одном бою. Победителем станет игрок, который сможет за один бой показать максимальное значение урона по своим разведанным. В зачет пойдет максимальный показатель в течение зачетной недели. Общее количество знаков классности мастер. Это вторая номинация за неделю. Играя на машинах с 8 по 10 уровень, побеждает игрок, который получит больше всех мастеров в течение зачетной недели. Играя на машинах с 8 по 10 уровень. И третья номинация. Общее количество очков захвата базы противника на танках 10 уровня. Побеждает игрок, который получит суммарно больше всех очков захвата базы противника в течение зачетной недели на машинах 10 уровня. Соответственно, какие призы? За первое место дает 1500 золота и ледяная броня, но в каждой из номинаций За другие 5 мест дает по 500 игрового золота Да, кажется, что выиграть невозможно тут слишком, сложно участвовать и соревноваться с другими Но, в принципе, мне кажется, шансы есть, особенно если вы очень часто играете, даже просто Если вам повезет, возможно, вы выиграете золото В принципе, бонус-код, считаю, не то что обязательно, но не лишним его будет активировать Так как вы, в принципе, все равно наверняка будете играть И, кто знает, может быть повезет и выиграете золото К другим новостям, скоро у нас закончатся ранговые бои 12 апреля Событие довольно-таки жесткое Это уже третий, последний сезон И скоро в игре начнут появляться новые танки 9 уровня Заранговые бои Концепт 1Б Не знаю, как вы, я все-таки смог, в общем-то, запотеть на эту награду Ну, я там не максимальную получил, ну, такую вот предпоследнюю Ну, там два оборудования еще идет, боновых и резервы даже на серебро Так что, в принципе, нормально Хоть и, ну, довольно долго пришлось играть и мучиться Потому что по-другому никак ранги не проходятся Вот сколько я в них не играю, всегда так Всегда, ну, нервы на пределе, когда в них играешь Так что, если вы уж, ну, хотите получить все награды Вам нужно полностью пройти все три эпизода И смотрите также, ну, там есть такой раздел На какие призы вы претендуете Ну, постарайтесь, вот, хотя бы получить танчик Я считаю, что, ну, это самая большая такая крупная награда Есть надежда на то, что это танк имба Ну, или хотя бы просто очень хороший Надеюсь, что это не полный хлам Как любят в АГ часто дарить игрокам Ну, и на этом все, друзья Спасибо, что досмотрелось до конца Желаю вам удачи, пока Субтитры сделал DimaTorzok